Людям с ослабленным зрением везде дорогу. В Наринмаре состоялась акция «Белая трость». Она проходит уже 24 года подряд. За это время, говорят представители общества слепых, водители стали дисциплинированными и всегда пропускают незрячего человека в любом месте проезжей части. Чтобы лично проверить, как городские водители реагируют на человека с белой тростью, мы провели собственный эксперимент. Председатель Ненецкой местной организации Всероссийского общества слепых Борис Бажуков живёт в темноте около 40 лет. За эти годы он уже привык полагаться только на слух, обоняние и осязание. Жить в мире без света и красок тяжело, но сложнее всего свыкнуться с тем, что зрение уже не вернётся. У каждого человека есть свои психологические особенности. Каждый человек находится в таком состоянии психологическом, из которого надо выводить. Одни люди в пределах года, кто-то два года, кто-то три года. И вот эти самые периоды, они очень тяжёлые для людей. Сейчас в обществе слепых состоит более 120 человек, восемь из них дети. Это те, кто полностью или частично потерял способность созерцать окружающий мир. У этих людей возникают большие проблемы в быту, общении. Но сложнее всего самостоятельно ориентироваться на улице. В крупных городах специально для незрячих предусмотрены указатели, тактильные дорожки, наклейки, пиктограммы. На Ринмаре сделаны только светофоры со звуковым сигналом. Всего в городе их четыре. Там, где светофоров нет, инвалиды по зрению могут перейти дорогу в любом месте, вне зависимости от пешеходного перехода. Главное – взмахнуть на обочине белой тростью. Как водители реагируют на пешехода с белой тростью, проверим в нашем эксперименте. Дорога оказалась очень длинной, непривычной идти, когда ты не видишь ничего вокруг себя и только слышишь, как гудят машины. А ещё было очень страшно, но наши автолюбители не подвели. В течение часа, что проходила традиционная акция, ни один водитель не нарушил правила дорожного движения. Хотя по традиции белая трость проходит на самых загруженных участках городских дорог – около детского дома и рядом с перекрёстком между улиц 60-летия Октября и Рабочий. В обычные дни встретить человека с белой тростью – большая редкость. Сегодня внимательность наринмарских водителей вызвались проверить представители власти и общественные палаты региона. Ты слышишь завязанными глазами тормоза и думаешь, где они находятся. И сели машины, остановились. Конечно, когда ты идёшь, ты стараешься пропустить грузовые машины, чтобы… Не дай бог, если что-то случится. Ну, я думаю, что всё хорошо, конечно, но всё-таки опасность такая даже внутренняя существует. Будучи полноценно здоровым человеком и ощутиться в той ситуации, когда человек не совсем здоровый, в ряду тех или иных причин – это ощущение очень-очень неоднозначное. Сразу вот через себя пропускаешь, как эти люди живут. Согласно эксперименту, выяснилось, что наши водители знают об особенной категории пешеходов. Поэтому на городских улицах люди, которые живут на ощупь, могут чувствовать себя защищённо. Вот только ориентироваться в родном наринмаре незрячим по-прежнему остаётся очень сложно.